МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Людмила, сегодня муж опять потерял детальку малюсенькую, но ценную. Не могли найти снова. Я говорю, ты бы сам попросил отца или ангелов, ведь ты уже умеешь. И тут же нашла, увидев эту штучку. А муж говорит, ну вот, я и попросила ангела моего, тебя. И искренне с благодарностью обнял меня. Для него не проблема обнять, но бывало, на показ это делал или с умыслом каким-то. А сегодня ощутила искренний восторг с благодарностью. Светлана. У меня на днях был день рождения. И сегодня в церкви меня поздравили братья и сестры. Цветы – это обычно, но меня приятно удивил подарок – деньги. 180 долларов, вложенные в конверты с открытками. Спасибо папочке за заботу, а пастырю Андрею – за влияние на мои мозги. Теперь я стала понимать с помощью Андрея, то мой золотой ум и есть ковчег Божий. Огромное спасибо за секретики и тайны, которые вы, пастырь, перед нами открываете. Татьяна. Чудеса начались с того дня, как начали ходить по купюрам. Настоящих не было. Увидела у внука купюры всех стран для игры. Он их выбросить хотел. Объяснила, что их же купили, значит, настоящие. И показала, как нужно по ним ходить. Через некоторое время мою дочь пригласили на подработку. Она взяла с собой внука. За один вечер она заработала 50 тысяч тенге, а внук – 12 тысяч. В следующий раз она 150 тысяч, а внучка нашла 2,5 тысячи. Зять продал машину и купил новую, лучшую, и заработал 600 тысяч. Вторая дочь искала шкаф, а купила себе гарнитур за 25 тысяч. Это по цене меньше, чем шкаф стоит. Я постоянно получаю подарки от подруг. Две дочери и я нашли подработку онлайн, и другие чудеса пришли в нашу жизнь. Аллилуйя! Людмила! Ой, а мне аж страшно! Траты на меня уже подходят к отметке полмиллиона! Братьям было открыто, что это их служение. Все делают с блаженной улыбкой. Раньше такого не было. Покупают продукты самые лучшие мне и моим трём большим собакам. Делают ремонт, возят меня везде. Лариса! Сделала сейчас подсчёт прибыли за июль месяц. Кроме обычной зарплаты, как прилежная ученица, чего раньше никогда не делала. Правда, подумала, подарки на день рождения тоже в счёт. И удивлена! 540 евро! Вот это да! Плюс почти ползарплаты! Теперь всегда буду наблюдать и считать. В Алматы билеты уже на руках. А сегодня ещё и в Болгарию всего за 150 евро получила билет на самолёт. Умножаю, преломляю, раздаю кому надо. Ирина! Хочу выразить огромнейшую благодарность и низкий поклон Андрею за этот курс. Это что-то сногсшибательное. Сносит старую голову и устанавливает новую. Посыпались мощные откровения, открылась мощная картина, чем заниматься. И самое важное, каким способом можно это осуществить. Я считаю, это самое важное, когда приходит не просто понимание, чем хочу заниматься, а сразу в комплекте, способ, как это осуществить. Полная инструкция. Всё включено. И ещё более важно для меня, какую роль в этом играю я. Воплощение моей мечты – быть благословением для многих. Сначала для своих родных и близких друзей. А дальше – ого, меня аж от земли оторвало. Это откровение реально от отца, потому что оно включает в себя всё. Это дело мне нравится, хотя не совсем лёгкое, возможно, не женское, но сильно нравится. Приносит мне прибыль и то, чего долго не могла приносить пользу и помощь людям. Как тот человек с фабрикой из примера Андрея, так как тоже знаю цену хлеба, особенно когда его нет. А откровение включает в себя всё – и прибыль, и помощь, и, главное, всё расписано. Это просто ураган. Спасибо огромнейшее. И, кстати, это первый курс, который я прохожу очень прилевно. А он бесплатный. Брала платные христианские курсы, до самого конца не смогла пройти ни одного. И ещё, если бы за каждую мысль и откровение, которые приходят к нам, пришлось бы платить, много ли мы смогли купить этого? Я – нет. Поэтому это неоценимые сокровища. И очень губительно пренебрегать этим, особенно сынам. Я впервые в жизни так прозрела. Я не могла уловить это откровение и понимание, что со мной не так. Беспечность – это мой враг. Слава Богу, поняла наконец-то. Хотя об этом всегда меня предупреждала моя бабушка. Она прошла времена гонений и много говорила о беспечности сынов Божьих. А дошло только сейчас. Спасибо, Андрей, кто разжевал и донёс очень важную истину. Наталья. Хочу рассказать интересную историю. Моя сотрудница встретила знакомую, которую давно не видела. И та стала ей рассказывать о своих проблемах. О том, что она по ошибке чужие деньги перевела не туда, куда надо, а ещё и в госорганизацию, где ей сказали, что, возможно, вернут, но это не скоро. Сумма огромная, около 60 тысяч долларов. Моя сотрудница слушала её и в уме говорила, «Папа, зачем мне это надо?» Но потом она предложила ей помолиться, сказав, что все деньги Бога, пусть Он тебе поможет. И они помолились. Целую неделю была тишина. Она говорит отцу, «Ты же меня не подведи, а то скажут, что Бог не слышит». И вот вчера она позвонила с такой радостью. Деньги все вернули. И теперь она всем рассказывает, что это сделал Бог. Ещё одно. Сегодня поехали в большой строительный магазин посмотреть обои и плитку для ванны. Заодно зашли в раздел сантехники узнать цену на ванну для мамы. И тут девочка подводит нас к очень симпатичной чешской ванне и говорит, что только сегодня на неё скидка. Цена была 7500 гривен, а сейчас 4000 гривен. И мы её купили, оставив на бесплатное хранение. И сразу после этой покупки поставили ценник 7500. Наш сантехник не поверил в такое чудо. Мы сэкономили почти 100 долларов. 45% скидка была для нас. Так приятно получать от папы подарки. Ещё. Сын получил лучшую работу. Сегодня первый день. Лучшее это. Ему дают машину и карточку на бензин, телефон, компьютер, страхование здоровья и зарплата. Спасибо всем за поддержку. Вы не представляете, как его убивала религия у нас дома, напоминая ему, что он грешник. Слушая курс «Меч Соломона», я транслировала сыну, что он сын. Он на престоле. Правление и владычество. Золотой разум на престоле – ковчег. Мы правим деньгами, а не они нами. А религия кричала. Иди на любую работу. Мне в три голоса кричали муж и дети. Поговори с ним. Он пиво пьёт. Он сопьётся. Я отвечала. Он – сын Божий. Он предназначен царствовать. И сыну говорила. Ты на престоле, во Христе, по правую руку от Отца. Приходило желание всё бросить. Но дух, животворящий дух, подымался внутри и говорил. Нет, нельзя бросать. Река жизни течёт из меня. Исцеляет и освобождает. Восстанавливает. Клала руки на голову сына и говорила. Помазание. Молилась вместе с пастором Андреем о разуме сына. Сын был открыт и всё принимал. Я видела, как он подымается. Хочу сказать, что от религии, которую убивает, легко запить любому. Слава Господу, что в небесной цивилизации духи животворящие. И они творят всё новое. Меч Соломона разбивает любые ситуации. Не надо бояться рисковать. Спасибо, пастор Андрей. Зоя. Я всегда боялась сложных ситуаций. Но больше некому их решать. Я подумала, зачем бояться? Я же управитель. Вот и решилась трудная ситуация. Колледж заплатил за первый семестр обучения дочки в колледже и даже на 500 долларов больше. Слава нашему папочке и великая благодарность пасторю Андрею и Оле за открытые глаза. Лариса ночью переслушивала уроки. Созерцала источник перед носом, усадивший рядышком своих детей в духе. Звонит сынок и говорит, сегодня ключи от трехкомнатной квартиры в Германии уже отдали невестке, а мебель практически новую завезли всего за 300 евро. Год она с внучком будет жить там бесплатно. Второму сыну пришла работа и тоже домой сама. Доченька возвращается из Португалии домой с множеством подарков для меня и супруга. А я радуюсь отношению их ко мне больше, чем самым дорогим подарком. И младший сын звонил, сказал, что идет на собеседование, предлагают работу. И это тоже пришло домой само. И одежда для сына приходит сама. Финансы тоже. Спасибо за этот мир. что ты открыл, пастор. Евангелина. В воскресенье пастор Андрей сказал слово, чтобы какой-то человек что-то не бросал. Проект, занятие, идею. Это было сказано мне. Очень удивилась, потому что думала как раз забросить. Обрадовалась и заявила как сын, что не намерена бросать. Вернулась в тот момент, когда приняла это предложение забросить и изменила ход событий, как учили на курсе созерцательная жизнь. И сразу с понедельника жизнь изменилась. Все связанное с моей деятельностью стало упорядоченно проявляться. Люди, клиенты, о которых я и забыла, стали звонить и течение жизни изменилось резко. Как же все это работает? И то, что Андрей говорит о курсе созерцательной жизни, и то, о чем он говорит. Алла. Курс Меч Соломона в действии. Отец устроил поездку на море бесплатно. Проезд проживания, питания. Спасибо папе, спасибо Андрею и Оле. Преломляю, умножаю и раздаю. Возьмите, кому нужен бесплатный отдых. Валентина. Попала я сегодня под дождь, а вернее под ливень. До дома добежала за пять минут, но за это время промокла полностью, а телефон лежал в заднем кармане шорт. и понятно, что он был не суше всей одежды. Дома захожу в YouTube, включаю видео и выясняется, что звука нет. Первая реакция паника. А потом говорю, знаешь, что, дорогой мой бог, ты, конечно, бог, но это не профессия, а в первую очередь ты мой папа. и в этот раз я телефон в ванну не роняла, а ты меня с телефоном под ливнем искупал. Вот ты его, папа, и чини. А мне телефон в рабочем состоянии нужен. У меня завтра долгожданный двенадцатый урок. Включаю видео. Звука нет. Я говорю, папа, мне нужен звук. Я не смотрю и не собираюсь смотреть на ситуацию. Я смотрю на тебя в этой ситуации. А значит, проблема решена. И звук появился. Светлана перед поездкой в Прагу денег было только на проживание в гостинице и на дорогу в один конец. На обратный путь не было. Перед поездкой отправила небольшую сумму. Все, что у меня было тогда на служение. Это было так легко и с любовью. Так радовалась, что могу хоть столько. И вот отец явил славу. Благословение пришло сразу. В Праге я ни в чем не нуждалась. На обратный путь, на поездку в Моравские пещеры и на все. Меч Соломона. Все, чему учит Андрей, благословивший будет благословен трижды. Андрей, спасибо. Благодарю отца за вас, Солей. Отец, такой отец. Наталья, вчера рано утром пошла на море отдыхать. Все утро было пасмурно, небо затянуто красивыми сизыми облаками. Накрапывал дождик. Я очень люблю такую погоду. Я общалась с отцом в благодарении, в молитвах. Через пару часов мне захотелось позагорать, искупаться в море, и я проговорила ангелам разогнать тучи на полчасика и улыбнулась, подмигнув им. Через минут десять эти облака стали белыми, и вышло солнце. И что вы думаете, оно вышло на тридцать пять-сорок минут. Мой загар принялся просто идеально. И до вечера солнце не горело, а просто грело. И я наслаждалась весь день. Отец, слава тебе! Благодарю тебя! Благодарю Андрея, который дал столько инструментов и знаний, помазания на наших пасторов, бесконечный поток изобилия и процветания. И еще, у моего знакомого после ковида, который он перенес зимой, был сильный кашель. Вот до этого времени я приложила руку к его бронхам со спины и высвободила свет божественный, провозгласила полное исцеление во имя Иисуса. Через пять дней мы обратили внимание, что кашля нет. Какой Отец чудесный! Он делает все, чем наделил сына своего. Он являет, являет. Андрей, пастор наш и друг, брат и отец, спасибо тебе за служение твое. Я радуюсь и наслаждаюсь этим. Аллилуйя! Наталья, позвонила мама, папе плохо стало, говорил плохо, давление 240, вызвала скорую, а дверь некому открыть. Еле дошел и сам открыл. Забрали в госпиталь. Спасибо соседям, помогли. В реанимации состояние средней тяжести, чтобы все обошлось и не лежал как мама. Наши ходатайи отправили в купель. на следующий день все функции были восстановлены. Руки, ноги, речь в норме. Реакция на стресс говорит безумолку, чтобы все прошло и с головой не было проблем. Спасибо за ваши молитвы. Еще через день папу перевели в палату. Все хорошо, слава Богу и вашим молитвам. Еще через день папе лучше, уже готов приступить к работе. Ходит, говорит, все функции в норме. Спасибо Богу и вам за ваши молитвы. Гуля муж сказал, что хочет купить снегоуборочную машину. Говорит, что будет 4 месяца выплачивать по пол зарплаты. Так договорился с начальством. А остальное на коммунальные платежи, на бензин. Я думаю, а хватит ли на питание моей пенсии? Затем вспоминаю, кто я и говорю отцу, жду чудо. И забыла чуток. Привез сегодня Михаил машину и говорит, что начальство мне машину подарили. 55 тысяч. Аллилуйя! Таких подарков раньше нам не дарили. Спасибо, отец. Принимаю, преломляю, раздаю. Пасторе Андрей, благодарю за курс Меч Соломона. Не остановилась я, когда попала в больницу. Двигаюсь дальше. Татьяна, очень благодарна отцу за пасторе Андрея. Я 30 лет с Богом, ни один пастор был и ни одного проповедника слушала. Но хочу сказать, что ты, пастор Андрей, конечно, превзошел всех. Давно уже не хочу больше никого слушать. Моей благодарности нет предела. Все в моей жизни меняется. У меня четверо детей, растила их отношения были разрушены. И мои с детьми, с их семьями, их отношения друг с другом. Сейчас отец начал восстанавливать эти развалины. И между мной, и детьми, и между ними. И еще мой второй сын Женя, он как хирам, представлен отцом ко мне. Больше всех помогает мне. В этом месяце только 19 500 рублей дал, не считая продуктов и подарков. Начала записывать доходы. Еще я молилась и боковым зрением смотрела на деньги. Говорила, что по 10 тысяч рублей приходят на обе карточки. И в один день пришло СМС 10 тысяч рублей, пока на одну карточку. А на карточку, кроме пенсии, не приходила такая сумма никогда. Женя присылал мне всегда по 5 тысяч. Еще я ездила с ними в горы, а 12 августа едем в Анапу на две недели. Они арендовали номера в гостинице. А гостиница называется Небесная. И это не закончится никогда. Преломляю и раздаю всем. Огромное тебе спасибо, дорогой пастор Андрей. Надежда, нам с дочкой папочка подарил 12-дневный отдых на море. Нам полностью оплатили всю поездку. Принимайте кому надо. Преломляю, раздаю. А еще мне простили долг в 20 тысяч рублей. Мария в общем, с этим курсом двинулось все. И служение вышло на уровень города. И бизнес воскресает. Просто научила свои мозги мыслить потоком, который никогда не заканчивается. И это дает потоку течь через меня все время. Ходила проведать в больнице свою знакомую. Она просила помолиться за женщину, тяжело больную. Помолилась. У нее температура ушла, а была 40. боли сильные ушли, которые не снимали и уколы. В общем, спрашиваю, как женщина бегает, поехала на выходные домой. Спасибо Богу и Андрею за этот курс. Просто глоток жизни в такое время. Счастлива и делюсь другими. Рядом со мной все оживают. Аллилуйя. Елена находясь на даче очень хотела, чтобы были качели. Глядя на соседку, я сказала папе, папа, вот мне бы тоже качели. Вечером посидеть, кофе попить, отдохнуть, насладиться природой. Детям я никогда не говорила об этом желании. Вчера они подарили мне качели. Я радовалась очень. Спасибо папа за исполнение желаний, за прекрасный подарок. Преломляю, умножаю, раздаю. папа любит нас порадовать, побаловить. Аллилуйя. Людмила, я была приглашена на свадьбу коллеги. Приглашение приняла, но через некоторое время что-то расхотелось идти, но отказываться было нехорошо, так как уже все заказы были сделаны. Свадьба обычно земная, но мне очень хотелось, чтобы там остались следы явления сына. Именно мне девочки поручили поздравить молодых от лица бригады. Мне не хотелось говорить банальные слова. Гости говорили молодым, что им будет трудно, чтобы терпели друг друга, уступали и т.д. и т.п. А я внутренне молилась, чтобы благословить этот союз, как власть имеющая. Хоть там были люди, возможно, далекие от истины, но без тени смущения, дух животворящий излился, я освобождала благословение, обеспечение во все сферы жизни, чтобы в этой семье не было, как у всех, вопреки тому, что говорили некоторые гости, чтобы они открывали желание Богу, не стесняясь. Стези мои источали туг. Раньше я смущалась говорить речи на корпоративах, но тут я ощутила силу в словах. Мощь, как бы не от меня, но через меня, вновь получила подтверждение слов. Принимаю, преломляю, раздаю. Любовь. Я потеряла карточку. Обнаружила это, когда расплачивалась в магазине. Выйдя из магазина, я хотела было пойти в банк, чтобы ее заблокировали, но слышу, отец сказал, она в магазине, в котором я была, последний раз расплачивалась. В общем, придя туда, я поговорила с сотрудниками, и она оказалась там. Лежала там три дня, и никто ее не воспользовался и не забрал. Помазание и охрана для сынов в действии. Олеся, если помните, 12 июля я рассказала о трагедии в моей семье, о том, что сгорел дом у племянника. Спасибо всем, кто поддержал в молитве. Может быть, вам захочется узнать, что произошло и как Артем справляется с ситуацией? Ну, слушайте, уже через неделю он открыл YouTube-канал, назвал «Дневник Погорельца». Он семье не сказал, но там масштаб потерь на миллион долларов. Два производства, кроме дома. И того, что в доме. И сам дом исторический объект оказывается. Но парень мой вдруг ободрился, вернулся к жизни. Я думаю, Бог что-то серьезное запланировал для него. И спасибо большое еще раз всем, кто молился за нас. Елена. В середине июля 2022 года я родилась. И скоро мне месяц. Я учусь ходить. Дома рушатся, стены, в ванну упала плитка кательная, сломался смеситель, унитаз, электроприборы. А я живу и созерцаю поток. Я думала, почему рушится все? И поняла, что это твердыни моего прошлого разрушаются. И будет все новое, лучшее, как сама я. Андрей и Оля, вы говорили мне, когда я чувствовала боль в теле, что происходит нейродизайн. Вы так были правы. И отец так и говорит. Копчик, который у меня болел больше двух лет, иногда ноет, но уже не болит, как раньше. Раньше я не могла со стула встать, сесть, ягодицы, свисти. Боль была сильная. Сейчас она отдаленная, почти нет. Локти, суставы. Могу теперь спать. Стала высыпаться. Боли нет в локтях. Как раньше не знала, куда руки мои положить. Я-то знаю, что для меня все свершилось давно. И болезнь в моем теле это ложь о том, кем я никогда не являлась. Спасибо, Андрей, что делишься с нами опытом своим. Это драгоценность для меня. Забыла сказать, да, мама моя Марина после декабря из уединения в Санкт-Петербурге привезла материю. А у меня было два образования в матке. Было нарушение цикла. После лечения цикл стал восстанавливаться, но неравномерно. Я вспомнила про материю и ходила с ней день и ночь, два дня. Сейчас все восстановилось. В сентябре сделаю УЗИ для подтверждения. Екатерина. Вчера был мой день. Он был потрясающе чудесный, полон подарков папины. К нам домой приехал пастор, друг из Анапы. Его пригласили проповедовать в соседнем поселке. И мы поехали. А там, неожиданно для меня, пастор потребовал от меня сказать небольшое слово и высвободить на народ помазания отца. И это сделала, конечно же. Мне дали кафедру, микрофон для этого. Это было потрясающе, что началось. Было явление духа и силы. Люди переживали явление духа животворящего. Слава Богу, началось. Ольга, 6 августа был день рождения сына, 8 лет. Внутри было большое желание пойти в бассейн, комплекс, всей семьей. А деньги были на исходе. И состояние из-за этого не очень. Накануне этого дня прослушивала воскресный эфир, где запись мужского зума. И во время молитвы слышу, как отец говорит, протяни руку. Я протягиваю. И он начинает класть мне на руку пачки денег. На следующий день мне на карту приходят 14 тысяч, непонятно откуда. А месяц назад я оформляла ипотечные каникулы. И они вроде как представили каникулы, но никак не могли сформировать новый график платежей. Из-за этого сняли с меня очередной платеж. Потом сказали вернуть. В общем, в этот же день приходит долгожданное сообщение о том, что график готов. Я иду в банк за новым графиком и заодно поинтересоваться, что за деньги пришли. По итогу оказывается, что это деньги от банка пришли, но при этом в графике платеж, который они сняли, учтен и никакого возврата нет. Так они и не смогли мне ничего не объяснить. Я не стала выяснять, так как оказалось в плюсе. День рождения прошел отлично. П.С. За несколько дней до этого из-за затянувшейся ситуации с ипотечными каникулами внутри появилось сильное желание высвобождать помазание на ситуацию и провозглашать полное погашение ипотеки. Прямо видела нули по ипотеке. И вера появилась, что это может произойти сверхъестественно. Отец чудесный. Аллилуйя. Евгения, на той неделе я чувствовала себя не очень хорошо. Глаза все плыла, голова окружилась. Я думаю, было что-то с давлением. Я не приняла этого и решила остаться на работе. Я работаю швею на фабрике. В выходной в субботу под вечер позвонил мастер производства сообщить, что у меня строчки гуляют, чтобы я все оставила и не шила. Я переспала одну ночь с такими мыслями, что придет много брака. Я испугалась. Реально подступил такой страх. Потом я вспомнила, что я сын и могу управлять ситуацией. Я помолилась и вырезала кусок времени, что ничего не было. Что даже если что и есть, то сыну все сойдет с рук. Прошло немного времени и про меня вообще забыли. Я еще по инерции хотела что-то уточнить, на что мне ничего не ответили. И мастер на меня так посмотрела, что даже спрашивать расхотелось. Сыну все сошло с рук. Спасибо папе. Надежда, у меня с детства болело сердце. Я всегда его ощущала. Часто не могла вздохнуть свободно. Резкая боль прерывала дыхание. Много было диагнозов, УЗИ и лечений. Два последних года до знакомства с небесной цивилизацией была аритмия и прогнозы врачей не обещали мне ничего хорошего. Просто сказали в любое время но здесь на небесах я просто начала принимать помазание. Оставила все лекарства, страхи, воспоминания, претензии и т.д. И начала дышать животворящим духом и выдыхать его славу. Мое сердце новое и исцеленное. Оно больше не болит. Вся слава отцу. Аллилуйя. Инна молилась за управляющую компанию и директора который посылал всех через плечо и никто ему был не указ но только не сын. В общем они не списали долг который сами даже и сделали. Не просто не приносили платежки хотя я сама приходила и говорила им об этом а потом не платила им не столько из-за денег сколько из-за их хамского отношения и вранья так вот долг теперь сами списали и еще делают мне ремонт помещений и ремонт серьезный слава отцу это реально слава божья этого директора знать надо он реально всех только посылал всех и милицию прокуратуру да это женщина которая рядом имеет такое же помещение три года с ним боролась а я перед торжеством в апреле помолилась и когда ехала после торжества обратно уже пошел сдвиг слава отцу еще мой сын поступил на бюджет в университет экономия денег это тоже прибыль курс меч соломона в действии причем сразу на специалитет есть военная кафедра что тоже немаловажно слава отцу отец такой отец нуржамал и всем кто молился еще за сдачу егэ в гимназии благодарность и вот результат аллилуйя спасибо за Андрея за его учение где он сказал что лучшим миллион возможностей и вот есть возможность уже купила путевку на отдых в торце спасибо вам Андрей спасибо папочке любовь я очень захотела новый айфон и именно 13 про макс люблю большие айфоны но понимаешь что нет на этот день думаю эх буду откладывать ну очень хочу муж приехал говорит там в сумке бабушка дочке пупса передала посмотри мы смотрим умиляемся малышкой этим пупсом смотрю коробка с айфоном 3 про макс спрашиваю и малышка с тремя камерой кому мне муж да слава отцу Вера утром то подтопталась на денежках вечером решила идти за авансом прихожу а банкомат выдал в 3 раза больше сверхъестественно принимаю умножаю раздаю спасибо отец Светлана к концу отпуска а он у педагогов очень большой у меня еще остались деньги на жизнь и при этом нам неожиданно дали скажем так 13-ю зарплату и это летом то такой за 25 лет работы впервые а главное я теперь могу еще посеять в распространении царства нашего слава папе за заботу о нас и спасибо всем за свидетельство это очень ценно Виктория благодарю отца за курс меч соломона за Андрея который это раскрывает совершенно без денег для явления славы отца некоторое время назад очень сильно захотела сковородку новую моя совсем износилась еще очень хотелось беспроводные наушники я так хотела постоянно подпитываться записями проповедями прославлением а проводные наушники неудобно но сын захотел сын выжелал и вот отец вчера меня благословил сразу и сковородой и наушниками беспроводными ух спасибо отец ты такой заботливый и любящий анонимно вчера пока готовила ужин за окном слышала как сильно плакал младенец так сильно кричал и долго но я не смогла слушать его страдания вышла на балкон высвободила ангелов созерцала как ангелы с ним играют поют ему крыльями ласкают смеются и увидела как малыш начал смеяться до слез прониклась аллилуйя и вот три минуты малыш не плачет через минут десять вышла на балкон поблагодарила слово ангелов и вдруг вижу с неба спускается медленно перышко не с крыши и птицы не летали небо чисто просто она тихо спускается перед моим взором я так умилялась отец какой же ты отец люблю тебя спасибо андрей спасибо что вы есть спасибо за новую жизнь в любви отца благодарю благословляю каждое мгновение ваше с Олей Наталья по Мазане курса меч Соломона начало распространяться и на детей дочка с мужем решили продать свою машину мы выпустили ангелов и что вы думаете на следующий день они продали ее теперь им надо было покупать другую машину для себя мы опять попросили ангела чтобы нашли машину они в следующий день купили машину какую хотели семиместная японская дети в таком восторге так как от продажи и покупки машины они выиграли хорошую сумму денег это прибыль а деньги им очень были нужны в итоге все остались довольны и покупатель который у них купил машину и продавец который продавал машину моим детям спасибо отцу спасибо Андрею и Оле спасибо за этот курс меч Соломона преломляй умножаю раздаю Евангелина дочь с внучкой возвращались из Португалии и у них возникла непредвиденная остановка в пути в Польше им нужно было где-то найти пристанище держали руки за них человек взял выходные на работе на своей машине их встретил забрал к себе кормил искал билеты для них водил гулять по Польше два дня на прогулке еще один незнакомый поляк подошел к дочери и дал ей двести злотых первый человек отвез их на границу усадил и отправил в Украину слава отцу продолжала держать руки высвобождать управляющую славу на все обстоятельства что свалились сын смеясь сказал мам я просто на обучение деньги нашел я ответила ему ты же царь значит следующий приход денег будет просто и гораздо больше через пару часов ему подарили в 10 раз больше тех что нашел когда ехала к нему машина остановилась сама чтобы подвезти на обратном пути тоже остановилась сама довезли почти до дома денег не взяли к тому же выяснилось что это инженер с работы сына который его тоже на работу возит об одежде для себя даже не молилась пришло много новой славься отец сегодня за свою подработку получила денежку столько сколько сказала клиент доволен день отдал с радостью еще сыну сегодня снова пришла денежка и младшему тоже и денежки и одежда просто так и само происходит из славы в славу поток расширяется зарегистрировалась на продающую платформу в интернете для своих кукол учусь осваивать подключила сына приучаю к мысли о купце все время повторяю детям что они цари они начинают прозревать славься отец спасибо пастор за все курсы евангелина пару дней назад меня спросили знаю ли я кого-нибудь кто мог бы вымыть им кухню за 8 часов в час 15 евро я организовала из моей семьи двоих договорилась что они за 4 часа вымоют кухню устраивает? устраивает девчонки мои в данное время в поиске работы познакомила объект приняли я их благословила обе стороны работу выполнили получили на руки вместо 15 в час 20 все довольны и я тоже Мина спасибо вам Андрей и Оля благодарю всегда отца и духа святого что привел меня к вам это правда так и было дух святой меня привел к вам и вот мы уже 2 года вместе все курсы все торжества уединения в Прагу только не смогла и благодарю тебя Андрей еще за что-то может быть ну не здесь нужно но расскажу помнишь торжество 8 мая 22 года в Германии ты проходил с золотым флагом по залу и всех благословлял я к тебе подошла дернула тебя за рука и оказала на парня высокого такого симпатичного с камерой чтобы ты его тоже благословил ты вернулся и благословил его золотым флагом это был наш видеоператор любитель на нашем торжестве это был мой внук Саша так вот он в конце июля попал в ДТП на фото которое было от полиции видно что того кто сидел за рулем не должно было уже быть его увезла скорая в госпиталь а машину увезли на кучу где собирают металлолом я не знаю как это на русском а по немецком нашел Александр Саша на следующий день выписался из госпиталя всего с ушибом плеча я знаю точно что твое благословение тогда было ему жизнь жизнь моему внуку Саши мои молитвы и твое благословение сохранили жизнь моему внуку Аллилуйя я люблю вас Олей всем моим материнским сердцем вот тогда начало и до конца Аллилуйя Нина мы приехали с Черного моря ездили всей семьей муж я трое детей невестка и там гуляли по всем экскурсиям купали кушали в ресторанах в общем проводили время на полную катушку и за все это удовольствие не заплатили ни копейки нас пригласил брат мужа а он руководитель реабилитационного центра а если еще смотреть что мой муж не живет с Иисусом и выпивает для меня это был лучший отдых я обычно мучаюсь в отпуске потому что море расслабляет мужа он постоянно там пьет и присутствие брата спасало меня не только от выпивки но еще и от курения муж был просто идеальный форчал правда я так не могу когда за меня платят а я его все учу принимать а еще мы два месяца спали на поддонах без матраса очень болела спина от неудобства а сегодня нам подарили матрас который просто идеально вписался в нашу маленькую спальню спасибо папочка спасибо Андрей Оля я еще многому учусь но мне все очень нравится сила в радости Татьяна благодарю отца за то что привел меня в небесную цивилизацию каждое слово Андрея для меня на вес золота заметила когда слушаю Андрея я улыбаюсь такая радость переполняет сердце сегодня для меня свершилось маленькое чудо я недавно в НС попала на курс меч Соломона в последний вагон учусь на курсе я стала искать другие нашла курс о созерцании стала понемногу вникать но я еще не знаю как молиться за других по-новому сегодня позвонила сестра во Христе она в другом движении сказала что она уже три дня находится под атакой какой-то страх окутывает не может справиться я стала за нее молиться и Дух Святой повел меня в молитве по-новому я стала созерцательно одевать на нее одежды Сына Божьего ее мышление развернулось на 180 пришла радость мир атаки как и не было аллилуйя спасибо папочка спасибо Иисус за победу Наталья у меня свидетельство хотела ехать в Каунас но не получилось папа сказал смотри в прямом эфире в субботу проходила урок перемещения духом и сразу пришло желание быть в духе в Каунасской церкви тем более я знакома с пасторами и многими людьми по прошлым конференциям когда был прямой эфир я оказалась духом там видела пастора Андрея впереди и всех людей которых знаю когда пастор молился получала помазание и внутри была сильная вибрация все чувства и ощущения как бы я была физически на собрании слава нашему Богу за то что мы духи и дышим где хотим благодарю пастора Андрея за откровения и помазание сына Ольга я таким же образом про вас узнала Бог сказал пребывать в потоке а это было как на китайском для меня кто такой этот поток как в нем пребывать я не понимала открыла ютуб и там вы с потоком название видео так я попала на курс озеркания и это было вау много истин утвердилось во мне Маргарита некоторое время назад я глядя на свои фотографии увидела увеличение второго подбородка но совсем не того чего хотелось бы он портил мой юный профиль и однозначно накидывал мне годков несколько раз мне попадались видео о техниках массажа но не пошло я решила не зацикливаться смириться на прошлой неделе я вообще приболела и негодовала от того что моя нетленная радость и красота никак не сочетаются с болячками и всякими прочими штуками и вот в эту субботу слушала запись пятничного эфира и подумала да-да все красиво говорится а вот не происходит так и все тут а вот кульминация произошла чуть позже лежу на диване смотрю в телефон и ловлю ощущение что шея другая провожу рукой а подбородка второго и нет в какой конкретно это произошло момент не знаю но все случилось и это просто бомбическая реальность неба Мерейгуль я всегда высвобождала на своих зятьев чтобы бросили пить помазание работает когда вчера дочка звонит и говорит мама зять зовет он уже больше недели не пьет аллилуйя Светлана аллилуйя я счастлива проповедовать телу своему телу нетления такие чудеса в теле начали происходить и это началось и вокруг все меняется жизнь настоящая жизнь Мина нужно тоже рассказать а вот откуда начать это вопрос лет 15 назад вспотевшая поймала сквозняк получилась межреберная невралгия воспаление нервной системы или нервных окончаний в этой тайге долго вращалась тогда еще примерно 13 диагнозов было и 50% инвалидности но это все в прошлом поняв Иисуса стал моим лекарем и аптекарем он избавлял меня от одной за другой болячек и диагнозов все не расскажешь но одна осталась это та которая рассказала выше межреберная невралгия это боли которые преследуют ты не можешь лежать на этой стороне а если ночью твой организм не спрашивает тебя и ты просыпаешься и не можешь шевельнуться только лежать примерно час и ждать когда отпустит и ты опять сможешь дышать а только потом встать так вот Андрей в течение двух последних лет во время молитв говорил произносил а сейчас кто-то исцеляется от межреберной невралгии я говорит правда не знаю что это такое но дух святой знает раз говорит я навострила уши долго думала над этим а потом спустя некоторое время Андрей опять проговорил то же самое с намеком и до сих пор не знаю что это к этому времени я уже знала что это мое подняла руки и схватила в воздухе это избавление исцеление и сказала это мне это мое я вскоре забыла забыла об этом а тут недавно поймала себя на том что я по утрам просыпаюсь и все равно на левом или на правом без боли призадумалась и поняла пора свидетельствовать отец ты такой отец спасибо тебе славься отец тебе слава вся спасибо дорогие Андрей и Оленька за вашу верность отцу Аллилуйя и Аминь Марина радует за свою сестру родную Наташу после инсульта в ноябре в Можичок были нарушения зрения координации и речи она думала что и работать не сможет слава папе молитвы небесной цивилизации течение духа созерцание ее здоровой ее духовный труд пропитки молитвы и нарезок и многое другое я выписываю из больничного и на работу слава слава отцу и спасибо всем Андрею Олечке Нуржамал свет который источает тело у меня свет который источает любой из вас Руфина хочу поделиться чудом в субботу на улице мороз и вдруг дома стало холодно газовая печь не включалась ей не сразу хватилось а суббота но я же сижу на троне и сказала так я говорю голосом сыном помазание да подключится газ и загорятся комфорки в печи и о чудо ангелы служите замените электронику несколько времени спустя я снова включила и комфорки внутри зажглись и уже 4 дня без перебоя работают и дома тепло аллилуйя слава отцу сын сидит на престоле Ольга начался процесс в левом глазу не видел сейчас много света боковое зрение аллилуйя папочка люблю Антонина спасибо большое всем ходатаям кто молился за мою сноху Настеньку сегодня родила здоровенькую девочку 3 970 и 57 сантиметров слава отцу Аноним дорогие у меня тоже чудо произошло во время служения когда Андрей молился за омоложение кожи в области шеи аллилуйя Феня сегодня была утром в ходатайственном зуме и как всегда было обильное помазание а также наша Нуржамал объяснила нам молодым ходатаем как молиться и я решила где-то через 3 часа повторно прослушать мой муж в это время сидел в другой комнате со своей мамой ей 93 года и тут я слышу мама что с тобой зайдя к ним я увидела нашу маму как плеть бледная и тело ее дергается я стала освобождать помазание на ее разум и провозглашать что она дух животворящий а в это время мои любимые ходатай иными языками молились минут через 10 наша мама стала розоветь тело успокоилось а через полчаса стала передвигаться своими ногами аллилуйя благодарю тебя отец ты действительно такой отец слава тебе слава благодарю папочку за Андрея Олечку Нуржамал Константина и всю небесную цивилизацию спасибо вам любимые Лариса небожители хочу засвидетельствовать славу Божью и поблагодарить отца за мощные молитвы Андрея и Олечки Аллилуйя Вчера после просмотра второго урока курса созерцательная жизнь со мной стало происходить что-то необычное вдруг я почувствовала что меня стало качать руки и ноги ослабли говорить стало трудно меня охватил страх что я умираю я повторяла молитву я вижу тебя отец читала зеркало славу о том кто я я сын Божий мое тело храм я нетленная и так далее потом включила молитву Андрея из эфира разум свободный от смерти и неизбежное воплощение и получила освобождение от страха смерти силы в руках и ногах вернулись я получила шалом в сердце стала радоваться и благодарить отца и ликовать Аллилуйя славься отец я нетленная мое тело храм я не умру вовек о отец ты такой отец такое счастье быть сыном Божьим спасибо отец слава 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 отцу Лили а у меня сегодня с утра вдруг гораздо меньше боли в горле уверена что это после вчерашнего молитвенного потому что лечение я не меняла и ничего по идее такого резкого улучшения глотательной функции не сулила Джоанна я на прошлой неделе отправила письмо с деньгами в одно сообщество я написала сообщение туда но забыла написать свою электронную почту жду ответа а ответа нет написала им они отвечают что ничего не пришло я немного расстроилась сегодня сестру Зиной помолились высвободили ангелов почтальонов через два часа пришло сообщение что нашлось папа рулит Маргарита хочу поделиться с вами жизнью в потоке и благоволении отца и да общаясь с некоторыми верующими я не слышу чтобы бог был для них отцом недавно была в кафе было много народа вся посадка сидела сделала свой заказ ожидала ну может быть минут 15-20 исходя из такой движухи считаю совсем недолго после кафе хотелось пойти еще в любимую кофейню и там уже выпить кофе в итоге официант приносит блюдо и кладет именно передо мной карточку со штампами и говорит что могу взять у них бесплатный кофе принесли вкусный на 300 мл сидела наслаждалась и смаковала также ходила к новому мастеру в бьюти-сфере и я заплатила просто так на 5 рублей меньше у нас с начала года пришло обеспечение в нашу квартиру на сумму 1000 долларов и еще несколько разных неожиданных источников прихода финансовое чудо это не только когда к тебе деньги пришли но и когда ты за что-то не заплатил спасибо дорогим пасторам что открывает глаза на многие вещи зинаида сегодня ко мне в гости пришла сестра с которой мы не виделись 5 месяцев я спросила говорят ли в ее церкви о нетлении она говорит нет а что это значит я говорю посмотри на меня видишь изменения она говорит у тебя глаза блестят и ты радостная я тогда напрямую спрашиваю я помолодела она говорит а я смотрю ты другая но не пойму в чем дело я напомнила ей сколько мне лет тогда она даже присвистнула ого и мы с ней прославили отца нетление в действии аллилуйя вера сегодня слушала зум ходатая взрослое число я частенько его слушаю в записи и молюсь вместе с ними хочу засвидетельствовать благодарность от сердца нружомал она высвободила исцеление на левый глаз и я приняла преломляю раздаю в глазу на слизистой оболочке была какая-то складка так врач сказал она очень мешала вот теперь ее нет и всем ходатаям благодарность и низкий поклон слава отцу за Андрея Олю и ходатаях Марина я тоже приняла исцеление левого глаза и утром ощутила подергивание внутри еще принимаю стопроцентное зрение обликаюсь в нетление спасибо дорогие Ирина как я рада что теку вместе с вами в потоке тут атмосфера небес тут все пропитано отцом любовь помазание и все так красиво чувства переполняют я хочу засвидетельствовать смотрела эфир Андрея и он там говорил представьте что вам хочется и я высвобожу и это будет у вас я так давно хотела телефон хороший и я взяла как будто в ладонь телефон по словам Андрея и представила что нажимаю кнопочки на новом смартфоне и что вы думаете у меня на день рождения через день мне Отец Небесный дарит новый великий смартфон спасибо спасибо вам дорогие мои Андрей и Оля всем всем кто молится и кто в потоке и самое большое спасибо отцу за эти откровения у Андрея всех люблю Галина иду как-то вечером из магазина темно пакет в руках тяжелый метель метет прям в лицо сугробы а из меня прям прет такое наслаждение жизнью еле сдерживаю чтобы не расплакаться от счастья или не рассмеяться в голос просто поток любви ко всем и ко всему и я вспоминаю что всего лишь два года назад я вопила к Богу отец забери меня отсюда мне здесь больше не интересно меня ничего не держит хотя пятому ребенку всего 10 лет было тогда я впервые узнала Андрея Ковишина стала слушать его проповеди училась на курсах получила внутреннюю свободу от состояния жертвы ожила но как-то в семейных отношениях не очень получалось я старалась безмерно благодарна за группу небесной цивилизации слушала все зумы с Константином и снова старалась сделать все что слышала я понимала что все как-то циклично но не понимала что с этим делать скажу сразу в моем мозгу пунктик на первом месте у меня дети всегда я же отвечаю за них потом только муж я уже стала понимать что это не есть правильно но этот пазл никак не хотел вставать на место я уже не знала как его впихнуть он всегда выскакивал и как-то при общении с моей любимой сестрой в господи она посоветовала проконсультироваться с Константином я отмахнулась что нового он мне скажет ведь все что он говорит я слушаю и делаю но сама все же написала ему огромное спасибо Константину он ответил сразу же и на завтра мы с ним имели почти двухчасовую беседу опуская все подробности разговора скажу что помазание воскрешать у него работает сто процентов и даже не поняла когда оно сработало то ли на утро то ли в очень короткий срок но тот пазл который не хотел быть на месте вдруг каким-то сверхъестественным образом встал туда мой муж вдруг стал для меня главным первым любимым и я ничего для этого не делала это потоком захватило меня мое мышление я впервые в жизни стала называть его счастье мое удивляю самой себе не захотелось ему угождать из наслаждения я я кайфовала от этих новых чувств меня переполнявших и продолжаю это не закончится никогда какое же было мое удивление что мои страхи сядет тебе на шею и ножки свесит дети не будут главными значит будут обделенными не оправдались более того мой муж стал чаще и даже смеяться в голос даже дети это заметили стал мягче а во мне как будто поток смес плотину настроенную затор какой-то только любви и нежности и не переживала в жизни по отношению к своим детям оказалось что я давала им забирая у мужа крохи падавшие со стола сердце мое переполнено любовью и благодарностью Константину Валечке люблю просто заочно Андрею и Оле и конечно же отцу отец он такой отец и это его сердце в вас драгоценное вы это настоящее явление его здесь на земле Асия друзья хочу вам засвидетельствовать прохожу курс созерцательной жизни такое ощущение что Андрей в точности передает все переживания Господа то что всегда чувствовала и понимала в духе но не могла объяснить эту любовь силу и власть которая во мне была но не проявлялась в той степени которой она дана сейчас все открывается и называется своими именами писание открывается совсем с другой стороны действительно все было как сквозь туцклое стекло гадательно и приходилось смиряться с этим состоянием и отношением к сокровищнице Божьей сейчас же я даже спать не могу лечь спокойно постоянно хочу славить Господа провозглашать зеркало славы молиться и изливать этот поток как будто наверстать все прошедшие годы у меня внутри в районе живота до грудины постоянный трепет возбуждение волнение я даже когда на телефон отвечаю могу сказать аллилуйя вместо алло вот так отец я в тебе и ты во мне счастье то какое Ольга дорогие хочу написать свидетельство Божьей силы и силы ходатайства вчера мне сестра написала про свою беду у нее пропала собака снежок а он ей очень дорог я предложила ей помолиться и попросить ангелов привезти собаку домой и написала про ходатайство на вайбер сегодня мне сестра пишет что собака чудом нашлась через соцсети написали что ее видели совсем в другом конце города сестра с сыном поехали туда кружили кружили и уже хотели ехать домой и тут увидели собаку это просто чудо спасибо что учите ходатайствовать и молиться с престола до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон»